привет всем любителям пошаговых стратегий вы видите слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет говорил я что должен быть анонс новой цивилизации осенью но фераксис что-то тормозит обычно у них анонсы либо весною либо осенью что теперь до весны ждать но мы точно знаем что фераксис делают какую-то циву я на 95 процентов уверен что это седьмая цива но мало ли может быть это что-то может быть что-то такое типа beyond 1 или там колонизейшн то есть какая-то игра на движке последней цивы неважно сегодня я предлагаю с вами поговорить о том чего мы собственно от седьмой цивы ждем раз никаких анонсов и подробностей нету давайте просто вот пообсуждаем то чего мы хотим увидеть в новой игре от фераксис сид мэрс цивилизейшн 7 за стратегическую часть я спокоен мне кажется они каждый раз выпускают необычные какие-то игры я имею виду механики туда привносят и начиная вот с третьей части с 3 цивы 3 4 5 6 сид мэрс цивилизейшн это разные игры они связаны вот одной тематикой но игровые механики у них разные и вообще так немногие компании поступают конечно же обычно берут какую-то идею и дует ее до контакта вот серия она собственно она как начиналась она по-моему 1503 по моему первое было так вот сейчас она 1800 это по-хорошему одно и то же разница только в том что разные взятые временные промежутки а так идея вот эти цепочки торговые все одно и то же цивилизации абсолютно по-разному и вот в первую очередь я надеюсь что 7 цива тоже не будет не будет похожей на 6 и 5 в этом есть и плюсы разнообразие так и минусы потому что постоянно в комментариях начинается там холивары 5 самое лучше нет 6 самое лучше 4 самое лучше нет 3 самая хардкорная была я не говорю про первую и вторую потому что все-таки 1 2 и 3 цивы они по-хорошему вот это вот было вот именно такое развитие то есть 1 2 и 3 цивилизации они по своим механикам игры одинаковые там было только вот ну чуть больше юнитов чуть больше этих возможностей в плане строительства каких-то до домиков но вот механика развития абсолютно одинаковая была так что я надеюсь что 7 часть мы не знаем кто еще кстати будет главным гейм дизайнером игры это уже напомню что у всех цив разные гейм дизайнеры я надеюсь еще продолжить свой сериал по их поводу у четвертый был сорен джонсон который сейчас сделал свою old world у 5 был господи я забыл как его зовут но который потом сделал at the gates жене какие-то проблемы со здоровьем у гейм дизай у главного гейм дизайнера 5 цивы и он и из-за гейтс до конца не довел но тем не менее тоже шестую делал at beach который был по-моему гейм дизайнером до этого аддона к 5 циве вот кто седьмую делает от beach уже ушел из фераксис кстати по моему кто и кто будет делать седьмую будет ли это вообще седьмая цива мы еще не знаем но повторюсь я надеюсь что это будет вот стратегически чем-то отличаться от шестой вот чем чем конкретно отличаться что же такого хочется бы внести ну во первых нормальную дипломатию наконец-то нормальная дипломатия в моем представлении это что-то например что в 7 civilization beyond earth сделано там вот очки дипломатии они интересно были реализованы или как вот world world например тоже дипломатия неплохо сделано когда у тебя должны быть какие-то хорошие отношения или лидеры и вообще в принципе я сейчас считаю что интересно если пойдут вот по этому пути old world когда добавят какое-то развитие лидеров именно в циве сейчас сделано так что четко заданы параметры лидера и он никак не меняется с течением игры мне вот нравится как это сделано world world или в играх от парадокса тех же например там crusader kings когда у тебя есть династия какая-то и у тебя не просто играешь за викторию который у тебя в течение четырех тысяч лет или сколько там длится игра правит страной а как-то эти лидеры меняются и меняются какие-то характеристики от этого тоже что-то изменяется то есть хотелось бы вот вот этой какой-то механики еще сверху добавить во всем остальном в плане стратегическом то есть вот мне интересно дипломатия новый какой-то и развитие лидеров которые будут во всем остальном в принципе я надеюсь на хороший вкус разработчиков самой игры ну может быть там побольше побольше побед каких-то чтобы не только там научное что-то научное религиозное дипломатическое культурное какая ну и завоеванием да есть может еще что-то добавить какие-то варианты торговая какая-то победа вот можно посмотреть на игры там плитают studios какие были ну то есть тоже варианты есть больше меня все-таки беспокоит тактическая часть то есть битвы вот то что после 4 к 5 перешли на один юнит на тайл это было круто по-моему это ну подняло тактическую составляющую игры на новый уровень и по моему мнению именно битвы именно битвы все-таки в пятерке сделаны интереснее чем в шестерке а произошло это из-за того что поменяли поменяли формулу урона добавили экспоненту и из-за этого юниты разных эпох слишком сильно начали бить друг друга а еще оттуда вот это проистекает что иногда вы бьете юнит и у него остается один хитпоинт в шестерке это настолько часто просто происходит и на так раздражает что просто сил нету то есть вот это формулу урона мне бы хотелось чтобы вернули к состоянию как в 5 цели в шестерке же мне нравились что там в корпуса и армии можно собирать юниты вот это прикольно сделано разные слои для военных юнитов для рабочих юнитов и для религиозных культурных юнитов вот это сделано если может еще все-таки дороги как-то по-другому мне не очень нравится что дороги прокладываются в этом есть логика но только караванами то есть непонятно почему я не могу рабочими прокладывать дороги было бы сделано например я понимаю что у рабочих шестерки есть заряды например чтобы они дороги могли прокладывать без зарядов и дорога тоже стоило бы денег как в пятерки ну просто чисто караванами прокладывать дороги немножко все еще странно из глобальных же вот таких знаете изменений мне бы очень хотелось чтобы цива стала одной из первых игр в которой бы использовалась нейронная сеть каким-либо образом чтобы ваши компьютерные соперники как-то реагировали то что вы делали с помощью нейронной сети и вам какие-то вот из-за этого ну такие вменяемые ответы давали а не то что у нас тут обычно мы сидим там я не знаю у нас первая армия да а мне кто-то из этих из компьютерных игроков пишет что вы слабы вам не страшно ли за свою жизнь только потому что у него там прописано что армия должна быть выше какого-то порога хотя у меня реально первая армия на карте то есть чтобы вот нейронка чтобы это хочу поведение компьютерных игроков не было заранее вот так вот прописано четко а чтобы на это влияла нейронка было бы вообще круто не знаю могут ли это сейчас реализовать я пока не знаю игр в которых бы реально нейронная сеть использовалась вот в плане геймплея я вот знаю в galactic civilization 4 они нейронку используют для создания новых цивилизаций как но только создание все она как бы в сам геймплей не сунута поэтому я бы это не назвал что нейронная сеть используется в нашей игре а вот именно чтобы в парте она была использована это было бы круто а если они еще и смогут это в искусственный интеллект как-то всунуть но и само собой очень бы хотелось чтобы фераксис работала как-то над искусственным интеллектом соперников компьютерных но судя по 5 6 циви им на это вообще наплевать в 6 циви просто человек просто один человек работал над искусственным интеллектом представьте себе ну и видите как он как он себя ведет или хотя бы чтобы они просто они не работают над искусственным интеллектом чтобы они как-то при публикации сделали его более открытым потому что модами шестерки невозможно его улучшить потому что как-то фераксис его спрятала внутри игры понимаете люди не могут до него добраться чтобы как-то исправить так вот из глобального было бы прикольно чтобы нейронная сеть была использована при создании при нет даже так при при игре против искусственного интеллекта во всем остальном это чисто уже вопросы по багам то есть чтобы было более стабильная игра более стабильная там сетевая игра а вот кстати еще наверно по сетевой игре было круто если бы они конечно лобби ладеры сделали как-то вот занялись именно сети сетевым развитием цивилизации чтобы не энтузиасты этим занимались там какие-то моды делали а именно чтобы сама фераксис что только когда разработчик занимается игрой это как-то развивается сожалению фераксис почему-то так забивает на сетевую составляющую хотя мне кажется на этом тоже можно было зарабатывать деньги чтобы они перед делали какую-то сетевую подписку на месяц и ты можешь участвовать сетевых баталиях вот именно внутри 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 фераксисовского сообщества или как-то вот так то есть чтобы они занялись вот именно сетевым еще сообществом но это правда пожелание не к самой игре да понимаете а разработчикам чтобы они там это делали ну не знаю получится ли у них так что вот то что я хочу от седьмой цивы я в общем то только что вам рассказал что вы хотите что вам интересно чтобы в ней было я бы хотел почитать в комментариях ну и ждем анонса может быть в ближайшее время будет а так пока пока ничего нет мы только знаем что они что-то разрабатывают все спасибо что смотрели играйте в умные игры так и не забудьте вот зайти тут на всякие мои сайтики ссылочки и подписаться тем пока